Всем, всем добрый вечер. По поводу опубликованного мною видео насчет пенсионного фонда. Некоторые люди неправильно поняли сам посыл этого видео. И начали писать комментарии, что нужно воспитывать детей, чтобы в старости не остаться одному. Причем ты старик один останется или нет. Дело в том, что родители по 30-35 лет стажа работали во благо страны, отдали свои молодые годы для того, чтобы в будущем получать достойную пенсию. Пенсия у нас, к сожалению, это как подачка с барского плеча. Буду говорить, как оно есть. Кто обижается, кому не нравится, можете без проблем отписаться, так как я не люблю лицемерить. Я считаю, что пенсия в 150-200 долларов, при том, как чиновники получают от 2 миллионов, это надсмешка над стариками, над взрослым поколением, которое дожило до пенсии. Теперь далее, по поводу того, что дети должны за родителями смотреть. А вы думаете, дети не смотрят? У кого есть дети, у стариков-миссионеров, вы думаете, что они не смотрят за своими родителями? Вы хотите сказать, что получая пенсию в 150-200 долларов, старики смогут себе достойно прожить эту жизнь? Ладно, хорошо, а если нет у стариков детей, и пенсии не будет, что они должны сделать? Пойти, повешаться, суицидом покончить, как у нас в Казахстане сейчас я смотрю, постоянно в новостях показывают. То, к сожалению, и беременная прыгает, недавно вот смотрел тоже в новостях, то с семьей целой, с детьми выпрыгивает в окна. Доведение до суицида. А когда наша власть будет отвечать за такое? Когда наше правительство и наши депутаты, наши чиновники, придумывающие закон, который усугубляет жизнь населения, будут отвечать за то, что они доводят, собственно, народ до суицидов, до крайностей. Жизнь бесценна, но наши чиновники не думают о народе. Они думают, депутаты, только о том, как обогатиться в личных целях. И приходя туда, они не думают о том, что у нас народ голодует, народ бедствует. При том, что в стране у нас, опять же, говорят, что кризис, себе заделывает зарплату от 2 миллионов. Президент обещает их обеспечить достойной зарплатой, конкурентоспособной. А теперь у меня вопрос к президенту Касымзу Марту Кемельевичу Тукаеву. А где вы видели такую зарплату от 2 миллионов и выше, плюс еще квартиры и плюс еще льгот на все, льготы получать? Где вы таких конкурентов видели, которые могут конкурировать с нашими депутатами? Скажите, может, мы не в том Казахстане живем, и мы не знаем того, может, где-то у нас реально есть такая область или район, где люди могут конкурировать с депутатами, получая при этом зарплату от 2 миллионов, квартиру и льготами пользоваться? Я думаю, что нужно ввести вообще смертную казнь в Республику Казахстан, как в соседнем Китае, чтобы чиновников за коррупцию и за законы антинародные уже казнили. Если наше правительство думает о народе, оно должно первое по собственной инициативе ввести смертную казнь. А знаете, почему они не ведут? Потому что палачу станет, он даже на обед не сможет отлучиться, видя ту коррупцию, которая у нас происходит, и видя то отношение, которое со стороны тех же депутатов и чиновников в отношении простых граждан. Поэтому не будем уходить от темы. Я думаю, что меня все поняли, что дело не в том, что кто-то не хочет смотреть за своими старыми родителями, а дело в том, что люди имеют право добиться того, чтобы у их родителей в старости лет не было зависимости от своих детей, чтобы они могли получать достойную пенсию и на эту пенсию еще, наоборот, помогать своим детям безработным. Безработным, потому что наше правительство довело страну до того, что мы все безработные. Ни одного нового города в стране не построено со времен того, как Казахстан принял независимость. Ни одного завода нету в стране. О чем вы мне там пишите в комментариях? Вы так пишите, будто бы наша страна где-то в лидерах она.